Библейский портал экзегет.ру представляет В неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Так продолжает свое послание апостол Павел, обращаясь к Каринской церкви, и приводит здесь образы иудейского народа, который шел по пустыне израильской, выходя из четырех... По пустыне шел народ израильский, выходя из четырехсотлетнего рабства из Египта. Видим, что апостол Павел приводит эти образы, и эти слова обращены именно к иудеям, которые тогда были в городе Каринфе, и именно к ним адресовывают эти слова апостол Павел, потому что именно им все эти образы достаточно известны, тогда как, в общем-то, елены и язычники, они только приобщались к ветхозаветным историям, для них еще они не были настолько яркими. Но мы знаем, что так или иначе, все-таки иудеи, они доминировали в первой церкви, в апостольской церкви, если даже посмотреть, имена апостолов — это имена иудеев, а имена дьяконов — это имена греческие в большей мере. Почему так? Не то, что здесь было какое-то превосходство национальное, потому как апостол Павел пишет, что в Иисусе Христе нет ниельно ни иудеев, но они считали себя избранными и наследием Божьим. В общем-то, это было в некой мере и по праву, но тем не менее апостол всегда иудеев призывал не гордиться тем, что они такие по национальности, не говорить «Отец наш Авраам», если они нарушают главную заповедь, заповедь Нового Завета, заповедь любви по отношению друг к другу. Здесь апостол Павел пишет и напоминает им о той самой пище, то есть о манне. Он очень аккуратно подходит теперь сейчас к главному вопросу, к Евхаристии, который будет затрагивать и в 10-й, и в 11-й главе, только потом уже апостол в дальнейшем там перейдет о дарах духовных, то есть у апостола Павла все достаточно последовательно. Сначала он отсекает разный блуд, разногласия с первых глав послания к Коринфянам, потом отсекает разные блудодействия, которые есть внутри церкви, потом переходит к вопросу разделения, иногда возвращается к этой же теме, и теперь подходит к главному вопросу, к таинству, Евхаристии, раскрывает это в 10-й, 11-й главе, затем после, когда будет понятие вера в евхаристическое общение, как подача благодати Святого Духа от самого Бога, потом уже есть смысл говорить и о дарах и так далее. То есть видим, что достаточно все послание, оно богодохновенно, и подается в такой мере, чтобы в человеческой голове и в сердце человека оно укладывалось как некий порядок, о котором апостол также говорит, что Бог — он не Бог беспорядка, а Бог порядка. И здесь он приводит эти образы, что это была за пища, которую они ели, это манна, которую Господь им давал, что это за идолопоклонство, которое там было, это когда Моисей пошел на гору общаться с Богом, а неблагодарные израильтяне тогда сказали, куда человек этот ушел, не знаем, уговорили Аарона, соблазнили, в общем-то, Аарона, священника, сказали, сделай нам Бога, где наш Бог, мы не знаем, где наш Бог, и сделали золотого тельца, и, как сказано, стали есть, пить, сказали, вот наш Бог, стали есть, пить, и, как здесь сказано, мы видим в 7 стихе, и стали играть. То есть, в общем-то, в некой мере начался и разврат. И далее апостол предупреждает и говорит, не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. А мы видим, что здесь двойной был блуд. Блуд духовный, как идолопоклонство, и в дальнейшем апостол опять возвращается к этой теме, и блуд в прямом смысле этого слова. Не станем, призывает блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Действительно, в книге чисел мы так и читаем, когда народ израильский возроптал на Моисея, возроптал на Бога, Моисей и Арон стали, как там в книге чисел об этом говорится, между народом и между Богом, как посредники у престола Божия, и Моисей, как и принято пастырю Христову, потом уже впоследствии, а Моисей — это прообраз пастыря, стал молиться Господа за народ, насколько это возможно, но, тем не менее, падение настолько таково было, и так было велико, что 23 тысячи по своему собственному уклонению козлу были поглощены землей. Девятый стих. «Не станем искушать Христа», то есть он приводит этот образ, и теперь уже предупреждает Новозаветную Церковь, говорит, «не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Другой приводит прообраз, тоже известный, когда народ израильский дошел до состояния, опять же, идолопоклонства и роптания, то были в наказание ему посланы змеи. Но Моисей, мы помним, вознес одного змея в пустыне на прообраз креста, и всякий взирающий на змея не был жалим змеями. Этот прообраз говорит о том, что и Христос вознес телом своим на крест наши грехи, то есть все наши наказания, которые мы должны были бы претерпеть. И всякий теперь взирающий и верующий во Христа, соединяющийся со Христом, как об этом будет говорить дальше апостол Павел, в святых таинствах, в таинстве крещения, о котором прообразе он говорит сейчас, то есть крестились в облако, это Духом Святым, через Черное море прошли это водное крещение. Так и потом, уже приобщаясь к Евхаристии, взирая на Христа и соединяясь с Ним, человек не будет повреждаем. Все это происходило с ними как образы, а описано нам в наставлении, достигших последних веков. Действительно, там есть еще один образ, о котором здесь упоминает апостол Павел, опять же, в нем сказано в книге чисел, когда народ стал блудодействовать, и из-за этого были казни, болезни на всем народе, и народ умирал. А блудодействие-то было в том, что сыны Израильева начали ходить к моавитянкам, то есть блудиться моавитянками, жить с ними, пить с ними, есть и должертвенно, и блудить. И мы помним, что как один из них, из израильтян, когда все общество молилось, чтобы болезни отстали, а он демонстративно привел блудницу и пошел с ней спать, но блудить. Но сын священника, или благочестивый Финес, увидел это действие, такое наглое действие. Он взял копье, и когда они блудили, он пронзил их обоих. И, как сказано потом, болезни и мор прекратилось. То есть это как такая раковая опухоль на теле тогда народа израильского. Как сказано, болит ли один член, страдает ли палец, болит все тело, так и здесь. Так и эти прообразы распространяются и на Церковь Христову. Если мы терпим какие-то несчастья, скорби, то это, в общем-то, причина всему этому, что те, кто называют себя христианами, таковыми не являются. Поэтому апостол здесь предупреждает и приводит эти образы, и говорит это, в общем-то, как было тогда, и причины сегодняшних бедствий, некоторых страданий, они и сегодня таковые же. Потому что, как сказано о Боге, «Либо я Господь, и я не изменяюсь». Бог не изменяет свои законы. Это законы любви. Посему, далее продолжает апостол, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Здесь апостол предупреждает о гордости человеческой, о самонадеянности, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. И святитель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу, «Остерегайся, чтобы не упасть, и так не гордись тем, что ты стоишь, а остерегайся, чтобы не упасть. Если и Павел опасался этого, который был крепче всех, то тем более следует опасаться нам». Конец цитаты. То есть, говоря об этом, обличая здесь Коринфян, и приводя такие примеры и образы из Ветхого Завета, апостол Павел, как бы, говорит, не думайте, что это относится только к иудеям, потому что обращается явно к ним, но и к тем, которые, может быть, здесь читают и возомнят о себе. Ну, это, может быть, кто-то упадет, а я стою. Поэтому очень такое предостережение от самонадеянности, не думай, что стоишь, упадешь. 14 стих. Да, ну, здесь завершает апостол Павел эту тему тем, что, говорит, «Вас постигло искушение не ну и как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Видим, что апостол Павел здесь говорит, что это искушение, которое их постигло, оно человеческое. Такое очень хорошее предостережение нам, когда мы говорим, если что-то согрешим, говорим, ой, бес попутал, ой, это вот бес виноват, да, это не я, вот бес меня виноват. Надо сказать, что без нашей воли никакой бес нам повредить не может. Как пишет тот же свидетель Анзотоуст, если человек сам себе не повредит, никто ему не повредит. А когда человек дает место бесу, чтобы он вредил в его жизни, тогда, когда он ему подыгрывает, чем своими грехами, то есть своей волей. Это, как помните, есть такая история в житейной литературе, когда один монах решил тайно от всех пожарить себе яйцо и съесть во время поста. И вот он это яйцо там достал, думает, нашел это яйцо там, где-то в птичье гнездо залез. И думает, а на чем же в келье поджарить? Ничего нет, он берет ложку, свечку, свечку поджег, решил вот на свечке, на ложке так поджарить, запечь яйцо. И тут игумен вдруг заходит в келью, говорит, брат, ты что, сейчас же пост. Он говорит, ой, это меня бес попутал, бес попутал, я вот не виноват, я и не хотел. И бес такой из-под стола выскакивает и говорит, я бы до такого даже не додумался. То есть, действительно, иногда мы совершаем какие-то вещи, сваливаем это на дух злоподнебесных, но на самом деле ничего без нашей воли не происходит. И если мы подыгрываем бесу, то он действительно нас на это надоумит. Итак, возлюблены мои, убегайте, идолослужение. Мы видим, что апостол Павел очень часто применяет это слово, убегайте, убегайте. Как он говорил, бегайте, блуда в предыдущей главе. Как он теперь говорит, бегайте от идолов. Почему он это слово применяет? Потому что в Каринфе, как я уже говорил, это был такой город спортивных игр. Там люди очень увлекались различными состязаниями, различными олимпийскими. Также там движение было в Каринфе достаточно так развито. Ну, а люди политики, они использовали все эти игрища для того, чтобы отвлечь людей от каких-то житейских проблем. В общем, ничего не меняется. Примерно как было тогда, и в некой мере происходит и сегодня. И вот апостол здесь пишет, убегайте от этого всего идолослужения, потому как этим людям было понятно. Вот эти все ресталища, соревнования, бег, то есть соперничество. То, что человек совершает резко и быстро, вот он говорит, вот так как резко и быстро они совершают, так вы совершаете бегание от идолослужения и от блуда. Далее, в 15 стихе говорит, я говорю вам как рассудительным. Видите, он очень важное делает здесь замечание, что не делайте все слепо, а сделайте все с рассуждением. Сами, говорит, рассудить о том, что говорю. Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли, пишет апостол, приобщение крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Так пишет. Говоря о том, что ничего не может быть общего чаши бесовской и чаши Христовой. Посмотрите, говорит, на Израиле по плоти. Не те, которые едят жертвы, не участники или жертвенника. Что же я говорю? То, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное, значит что-нибудь нет. Но что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Видим, что он здесь опять возвращается к теме должертвенное, сразу говорит, что от этого надо бегать, и говорит, нет ничего общего между чашей, в дальнейшем скажет, бесовской и чашей Христовой. Фитлян Златоуст пишет по этому поводу следующую цитату. Ибо что такое хлеб, тело Христова? А чем становится причащающийся телом Христовым? Не многими телами, а одним телом. Как хлеб состоит от многих зерен, есть один, так что, хотя в нем есть зерна, их не видно, их различие незаметно по причине их сочетания, так и мы сочетаемся друг с другом и со Христом. Если же питаемся одним все, становимся одним, то почему не проявляем одной и той же любви и не становимся одним и в этом? В древние времена, пишет апостол Павел, у наших предков так было, Деяние апостолов 4.32, у множества же, у веровших сказано, было одно сердце и одна душа. Конец цитаты. К этому призывает апостол Павел, к этому призывает и свидетель Иоанн Златоуст и говорит о том, что соединяющийся Христовым есть одно со Христовым, соединяющийся с идолом, становится как бы одно с этим ничто. Поэтому он говорит, что идол ничто. В этом смысле, что дьявол, он не имеет своего бытия. Это сущая пустота. Поэтому приобщающийся к пустоте, становится сам кем? Правильно, пустым. И далее апостол пишет, неужели не можете пить чашу Господню, 21 стих, чашу бесовскую, но не можете быть участниками трапезы Господней, трапезы бесовской. Неужели мы решимся раздражать Господа? Разве мы сильнее Его? Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищет своего, но каждый польза другого. Мы видим, как апостол Павел переходит к теме, к другой теме, что главное здесь еще и не осудить того, кто ест, как он об этом пишет в своем, в этом же послании. Тот, кто ест, не осуждает того, кто не ест. И тот, кто не ест, не осуждает того, кто ест. Мы помним, что в прошлом, на прошлой, в предыдущей главе мы говорили с вами о том, что в Каринфе было обычным делом делать какие-то трапезы. И все, что они делали, любую трапезу, которую они делали, потому что богов были сотни и тысячи, и в этом смысле любую еду, которую они готовили, ну, это мы посвятим вот этому богу, это посвятим вот этому богу. Это было как бы в быту этих людей. Они относились к этому формально, но тем не менее, несмотря на то, что у них был в этом отношении формализм, тем не менее, сам факт того, что это было посвящено этим идольским богам, ничего не отменял. Но апостол здесь говорит, никто не ищет своего, но каждый польза другого. Все, что продается на торжеще, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Мы помним с вами о том, что излишки жертв они отдавались часто как налог. А те люди, которые собирали каждый день этот ежедневный налог, это были чиновники того времени, ну куда им девать столько мяса, холодильников нет, они все это отдавали на торг. Но тем не менее на торгах уже продавали, получается, идолы жертвенные, которые человек принес, посвятил какому-то идолу, а потом отдал. Поэтому здесь апостол Павел говорит об этом, что все, что продается, вы не исследуете. Кому? Не надо спрашивать, какому идолу это посвящено. Почему он дальше объясняет? Потому что сразу он сделал такой тезис, что ищи пользу другого, ибо Господня земля, и что наполняет ее? Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаем вам, ешьте, без всякого исследования, для спокойствия и совести. Но если скажут вам, это идолы жертвенные, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести. Ибо Господня земля, и что наполняет ее? Видим, два раза апостол Павел это упоминает. Господня земля, все, что наполняет ее. Многие могут сказать, какое отношение имеет к нам? У нас же никто на торжичах ничего, идолы жертвы не продает. Как это может назидать сегодня современного человека? Все очень просто. Здесь в отношении поста. Если вдруг кто-то вас во время поста позвал, например, за трапезу, то человек там особо далеко даже неверующий и сказал, приходи ко мне, и вы знаете, что это ваш родственник, и прийти неудобно, например, там, может, родился ребенок, или еще какое-то событие, и вы, в общем-то, идете и говорите, что отказаться нельзя. Но за столом вы можете выбрать то, что для вас будет полезно, или просто попросить чаю, там, и салат, например, во время поста, чтобы не подавать какого-то такого преткновения человеку, что вот вы не пришли, как апостол пишет, говорит о том, что не ищи пользу своей, а пользу другого. Может быть, сказать несколько слов, там, каких-то тем как-то пойдет в эту сторону, да, и о благовестии, и о покаянии, и прочие вещи. Но если вдруг этот человек подаст и накроет стол, и, да, и скажет вам, ой, знаешь, вот сейчас идет Великий пост, может, тебе что-нибудь другое, я думаю, что можно здесь и лучше сказать, что дайте мне вот, да, что есть. Что я вот мог. Но главное тут апостол Павел опять же говорит о том, чтобы не было никому преткновения, ни тому человеку, ни другому. А если другая история, например, накрыли вам стол, и там только одно мясо, есть или не есть. Здесь лучше отказаться. Это будет правильно. Потому что в любом случае, так или иначе, человек, если не знает и совсем не верующий, но потом узнает, а многие, в общем, знают, что сейчас пост, то мы ему придадим некое такое преткновение. Он скажет, да, для него чрево осудит, да, и здесь будет, как сказано, заповедение ваше, то есть как вы себя ведете, имя Божье хулиться. И он подумает, что их Бог — это просто басни и болтовня, а вот вкусная еда, и он уже, в общем-то, променял Бога на вкусную еду. Поэтому здесь лучше отказаться, да, и это будет правильно. Если кто, говорит, скажет вам, что это идоложертвенность, человек знает, что пост, а вы христианин, лучше не прикасаться. Совесть же, разумею, не свою, а другого, то есть ему будет преткновение, ибо для чего в моей свободе быть судим чужой совестью? Если я с благодарением принимаю пищу, но для чего порицает меня за то, за что я благодарю? Итак, едите ли, пьете ли, иное что делаете, все делайте во славу Божию. То есть что значит во славу Божию? Это не значит, что мы берем, крестим там поросенка и говорим, порося, порося, превратись в карася. Нет, не значит во славу Божию. То есть чтобы не предать преткновение другому, чтобы Бог прославился, и этот человек подумал, слушай, такая еда, смог бы я отказаться? А он вот действительно верующий, он отказался. То есть мы не то, что показали себя, а не дали ему преткновение осудить нас и впасть в этот грех. Не подавайте, поэтому апостол Павел так дальше говорит, что не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божьей. Вот как об этом пишет Амброси Медиаланский, «Никто не ищет своего, но каждый польза другого». Цитата. «Истинно так бывает, когда кто-либо на капище возлежит за трапезой, удовлетворяет свое желание, в то время как совесть немощного брата к искушению склоняет. Отчего и следует поспешать из любви Господу нашему Иисусу Христу, дабы из необходимости блага ближнего мы отказали себе в наших желаниях, как о том апостол, сосуд избранный и врачеватель духовный, говорит, ища не пользы своей, но пользы многих». И апостол Павел завершает эту главу этими словами, «Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви, так как я угождаю всем во всем, ища не своей пользы, но пользы многих, чтобы они спаслись». То есть апостол Павел снова и снова утверждает эту мысль. «Все мне можно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничего не должно в моей жизни, в моем поведении подавать соблазн брату моему, или внешнему даже человеку, который бы приткнулся, который бы, увидев, сказал, ну, наверное, они такие христиане, пользующиеся ситуационной этикой. Если это им позволяет, никто не видит, то они делают и живут как язычники, а перед своими они хотят показаться праведниками. И тогда будет осуждение нас в лицемерии. Поэтому будем все, как сказано, все, что делаете, делайте, как для Господа делайте. И, как говорит здесь апостол Павел, дабы никому не было преткновения в том образе поведения, в том образе слов и действий, которые мы являем в своей жизни как христиане. А нас апостол Павел так и говорит. «Вы письмо Христово». Будем помнить и стараться, и помнить о том, что по нашей жизни люди читают о Боге и о Христе Спасителе.